беседуем с совладельцем бойцовского клуба октагон то есть это где-то плюс-минус ноль в лучшем случае на на в лучшем случае тесно в лучшем случае мы ленты это табу а было хоть раз такое что ты выходишь на бой смотришь на соперника и появляется страх да и бей первым привет друзья недавно один из подписчиков попросила снять видео о том как открыть бойцовский клуб ну что ж ставь лайк прямо сейчас если тебе интересно узнать сколько инвестиций нужно на открытие такого клуба как еще зарабатывают спортсмены и дерутся только профессионалы или чайники поехали беседуем с совладельцем бойцовского клуба октагон с тренером с международным спортсменом у которого нет поражений профессиональных боях с дмитрием ефремом привет длитель привет что раскрыть почему бойцовский клуб как ты к этому пришел здесь немного оборолись боксировали то не было еще не добор с такого как спорта были бои без правил дрались тогда не было ни рейтингов никаких типа там шердох там где рейтинг где бойцов вносят международный этот сайт есть между рейтинг и туда бойцов вносят и каждый смотрит свою статистику победы поражения ничьи там как победил какой турнир тогда этого всего не было просто дрались бы и без проблем не было ни правил ничего сейчас уже это как официальные виды спорта есть ограничение забит там позвоночник затылок ну то есть это уже сейчас все легально бои турниры проводят это очень популярно а как бизнесу как ты к этому пришел никогда не думал что буду тренировать вот так получилось попробовал понравилось зацепились сделали свой клуб потом сделали зал а если смотреть на это с точки зрения бизнеса насколько понимаю для тебя это больше хобби да да больше ходит хобби любимое занятие увлечение все в одном и занимаясь любимым делом достаточно успешно точки зрения прибыли финансовой станет не приносит не очень рентабельно поэтому залов не так сильно много как хотелось бы залы не сильно большие как хотелось бы не сильно рентабельный никто в это деньги вливать не будет а большие инвестиции нужны на зал если в долларах брать ну пару десятков тысяч долларов можно ложится а по прибыли это ну плюс-минус средний зал там вот у в округе приносит всех по-разному по-разному люди ходят по-разному марина коммуналка собрать в аренду там делать ремонт еще платить аренду очень то рентабельно то есть это где-то плюс-минус 0 до в лучшем случае до лучшем случае честно с какой лучшим случае а как я слышал вы еще много берете на бесплатной основе людей заниматься да мы занимаемся благотворительностью многие есть дети благополучной семьи сироты нет возможности платить также есть взрослые тоже ребята приходят нет возможности платить у нас занимается а тошники тоже бесплатно ну скажем все кто же желает заниматься если не желание приходит но вдруг у нее нет возможности работы или еще что-то кстати мы сработаем помогаем устраиваем кого-то на работу как и ребята занимаются бесплатно а вот люди к вам приходит заниматься какие у них мотивы то есть это самозащита это может там выброс эмоций какие основные мотивы в жизни помогает но и для себя научиться драться очень много девушек занимает девушек девочек маленьких приходит очень много детей взрослых женщин и взрослых тоже много для многих это выброс как бы энергии негативной то есть они выбрасывают все плохое себя там работа негатив бизнес молодежь занимается они на сценарии на сценариях выступают выступают дерутся мы везде по всему миру летаем деремся выступаем как долго в среднем человек ходит к вам то есть есть какой-то цикл что в среднем человек год ходит потом пропадает или в основном если пришел то уже надолго есть ребята которые приходят пропадают возвращаются опять приходят те кто у нас то был и по им данным причинам перестал ходить там на ряд причин может быть может там уехал переехал работа проходит время тут они в жизни происходит там поеда плевы на работе здоровье ожирение еще что возвращаются все же бегут все по кругу да все по кругу и вот так вот как я понимаю учить и драться это чуть две разных историй как учиться быть тренерам или как это происходит как тебе это пришло или это все опыта твоего тренера опыт от моего тренера ну это очень тяжело тренировать самому тренироваться выступать от 1 когда тренируешь это огромная разница это очень тяжело гораздо тяжелее тренировать чем самому тренироваться выступать когда твои воспитанники проигрывает ну это как бы тяжело больно это смотреть а как вас два тренера ты твой партнер или у вас еще есть тренера у нас еще есть тренер девушка она дерется выступать по боям на тренирует девушек ну мы всегда так хотели потому что многие девушки стесняются когда мальчиками группах заниматься чтобы либо мужчина тренер быть стесняется от некоторых лишнего веса некоторых мужья не пускают не хотят вопрос который думаю интересует многих наших зрителей как для себя выбрать тренера вот допустим у меня история из спортзала я там походил по нескольким тренерам я увидел что мой тренер все записывает я понял что у него системно но я сам системный человек а как вот выбрать хорошего тренера по боям потому что я знаю многие примеры моих знакомых пошел его сильно перегрузили у него какие-то проблемы со здоровьем то есть чтобы вот как этот выбрать тренера если новичок лучше конечно по возможности ходить персонально на первой тренировке хотя бы чтобы перегружали умный тренер он сам должен видеть понимать как ему наружать у нас в киеве да и в украине много как бы хороших тренеров не только по смешным единоборствам но по разным видам единоборств и тут уже надо смотреть насколько тебе с ним легко просто общаться работать приходят на тренировку не только чтобы потренироваться пообщаться у нас очень дружеский коллектив очень дружный бывает ли у вас в тренировках какие-то такие случаи ну допустим кому-то плохо стало опасно как вы смотрите за этим этаже довольно может кто-то в кого-то случайно ударил стараемся следить за этим чтобы новичков не перегружать профессиональные спортсмены их приходится наоборот останавливать чтобы не перетренировались не перегружались и морешь хвате стоп все давай переодевайся домой очень важно не перегружаться чтоб не было потом спада новичка стараемся сильно не грузить больше отдыха больше водички отдыхать с этим надо очень осторожно особенно дети маленькие очень надо осторожно очень смотреть а как я видел у вас есть дети профессионалы и новички а с кем вот морально легче работать с кем какие сложности какие наоборот плюсы морально легче со взрослыми работать не осознанно приходят знаю чего хотят самое сложно работать это с детьми большинство детей не большинство 3 детей не хочет сюда идти и заставляют родители потому что на каком-то там на своем примере на к примере ком-то чтобы потом не вырос там наркотики сигареты пьянки гулянки они это понимают и сюда силком провод плюс там дети трат от компьютеров но многих приводят родители ряд чтоб не был как старший брат старший брат курит бухает они не хотят это ошибки отрывают и многие дети не хотят многие дети сами приходят хотят очень ходить особенно хотят девочки почему-то родители девочек не заставляют но девочки почему-то сами рвутся давай вернемся немного к бизнесу по поводу вот зала если я хочу сделать бойцовский клуб как выбирать зал что самое главное насколько понимаю где он находится и помещение то есть на что обращать внимание местоположение но потом помещение там было комфортно делаешь его для себя так как ты хочешь то есть тут все зависит от взгляда как видишь да так как ты тут все это тебя самого зависит насколько у тебя есть возможность финансовая что-то можно придумать очень важно местоположение если он будет слишком где-то далеко там грубо говоря в области мало вероятно что кто-то будет ездить раз уже заговорили за финансы а какие еще ну кроме тренировок какие еще возможности заработок это реклама боишь то еще как может профессиональный спортсмен зарабатывать реклама рекламировать шоу года на боях когда выходишь дерешься каком-то бренде там на футболке на шортах можно даже краской на тело наносить какую-то рекламу там сайт instagram что угодно сильно там много не заработаешь на боях тоже сильно много не заработаешь за бои какие-то по профессионалам платят какие-то деньги но на подготовку гораздо больше тратится а последнее время насколько я знаю очень активно развивается скажем так медийная цель ценность спортсмена тому таки все instagram все его соцсети на этом тоже можно зарабатывать вы этим занимаетесь как-то не мы на этом не зарабатываем но если там у него десятки или сотни подписчиков или миллионы сегодня есть возможность сына сарами постики рекламу какую-то то почему бы нет это хорошо вообще это повышает стоимость бойца на боях до его как бы сколько он популярен раскручен да это влияет просто маленький лайфхак сейчас где-то но сейчас недавно считал там три четыре тысячи гривен можно сделать видимость очень популярного аккаунта допустим свыше 100 тысяч подписчиков там огромного могу сделать здесь вопрос и это будет просто видимость нового 99 процентов людей этого не поймут ну кроме там профессиональных маркетологов то есть возможно это может повышать стоимость бойца или нет не на самом деле когда мы деремся по боям очень смотрят на международный рейтинг на статистику на это смотрят смотрят его бои в ю тубе надо видеть как он дерется как он что он из себя представляет а помимо и сторон там может быть себе раскрутил хорошие но как боец он очень как бы слабенький а если взять последний бой вот был хабиб и конор в принципе по итогу боя хабиб победил но денег они заработали абсолютно по-разному и все лишь потому что разные медийные охвата обоих личностей то есть сейчас превалирует больше реклама над качествами или как ну да потому что конор более такой известная личность когда дерется например в америке там чуть ли не вся ирландия приезжать в америку смотрят его бои в зал на 80 процентов забит ирландцами платной трансляции он очень сильно продает себя зарабатывать промоушену этим деньги промоушен ради него готов но все то есть грубо говоря шоу но если брать с точки зрения денег то шоу очень важно да как-то вы занимаетесь этим там может тебя продвигаете устраивать какие-то шоу движухи то есть вот у нас есть это что-то подобное у нас нету не то что к в стране но шоу идут только на турнирах когда на боях идут проводятся турниры промоушен проводят бои там шоу присутствует многие из нас смотрели американские фильмы там есть закрытые бойцовские клубы и тому подобные вещи существует ли у нас такое в стране это все рассказывают там подпольные бои еще что то нет это неправда всей залы люди ребята приходят собирается тренируются дерутся в тренировках дерутся по обоюдному согласию если кто-то не хочет драться соответственно никакого бой не происходит еще один вопрос такой колки у нас часто спрашивают что всякие политические организации либо заинтересованные лица все время пытаются привлечь спортсмена и финансируют этом залы заведения для того чтобы они как-либо их поддерживали политическую деятельность обращались ли к тебе когда-нибудь за чем-то подобным именно политическим может не политически может там какой-то бизнесмен чтобы защищали его других бизнесменов ребята которые влить ну лично охраняет личке тренируются все боями опытные титуловные спортсмены работают лично охране у какого-то там ну определенным бизнесменов на это так какие-то забавные истории с клиентами случаются что-то интересное что можешь рассказать клиенты это табу клиенты дал про клиента никогда не хорошие не похоже не ударить это очень крутая позиция если бы я был клиентов я бы тоже очень хотел чтобы так отвечали хотел спросить если какой-то не волшебный а более может практичный совет если для самообороны для любого человека который подойдет чтобы как-либо избежать конфликта бей первым шучу ну и чтобы избежать лучше держаться какой-то дистанции сразу отходить куда-то в сторону смещаться если видите что конфликт уже неизбежен если вы девушка допустим надо кричать пожар там огонь что-нибудь пошли будете кричать помогите никто не поможет потому что все боятся вероятность то что помогут очень маленькая я перед интервью видел несколько видео там где советуют кто бить по яйцам кто в глаза пальцы тыкать как считаешь инфективно это или эффективно эффективно и глаза и кадык и даже все нормально в лицо ударе куда-то в область глаз носа или в пах эффективно аки вас вообще планы на дальнейшее развитие клуба что вы будете делать хотелось бы расшириться увеличится огромный зал огромное помещение а что вам для этого необходимо то есть спонсоры спонсоры да взамен мы можем дать рекламу как в зале так на боях где мы выступаем на во всех промоушенах где деремся показывают платные трансляции телевидение насколько я знаю бои собирают приличную аудиторию и почему-то у нас спонсоры не очень на это идут хотя обычно все заканчиваются конкурсами красоты хотя бы боев эффективность 10 раз выше до в киеве фадорса спорта когда турниры проводят то дворе спорта по швам трещит мест даже переполнен бои сейчас гораздо популярнее красочный эффект ней смотреть в клетке дерутся кровь по поводу твоей профессиональной карьеры как я понимаю у тебя нет поражений в профессиональных боях как ты этого достиг что тебе помогает это делать это очень тяжелый труд очень это даже труд не столько мой сколько команды ребята с кем тренируешься очень важно как они на тебя работают твоих спарринг-партнеров если у тебя хороший достойный сильный спарринг-партнеры которые на тебя работают делать все для твоей победы поэтому когда ты выигрываешь это не только твоя победа это победа твоего клуба твоих спарринг-партнеров ребята которые на тебя работаю благодаря им ты такой сильный выносливый а как я думаю победы нужны всем и в спорте и во всем как ты себя морально настраиваешь просто насколько я понимаю это большая часть победы именно моральный дух когда ты выходишь до психологии есть какие-то советы как ты себя именно настраиваешь расслабляюсь люблю отвлечься расслабиться очень хорошо если куда-то летишь там теплый трасс страны драться там на пляже сайт поплавать то есть стараться максимально погулять расслабиться отвлечься ну не думать о боях потому что начинаешь думать и начинаешь гореть только хуже становится надо расслабляться максимально там пивко шашлычок насколько я понимаю твой основной совет перед дракой максимально сэкономить эмоциональные силы да очень важно психологически настроить так 90 процентов победы а было хоть раз такое что ты выходишь на бой смотришь на соперника и появляется страх она видно когда они у меня не было ну весь и видно ребята что он убьется ты смотришь глаза это видишь по чеку там можно много прочитать я никогда заднюю недавно я никогда не ухожу назад едут только вперед и по традиции в конце каждого выпуска наш герой дарит вам подарок что это будет давайте за самый интересный комментарий месяц тренировок в нашем клубе да и бей первым ну что ж друзья подарок больше чем отличный поэтому пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь и до скорых встреч